Здравствуйте! Уважаемые дачники, садоводы и огородники, в суровых условиях зимы, когда мы с вами уже устали от морозов и монохромности пейзажей за окном, давайте устроим праздник для глаз и души. Выбираем красочную, ароматную и очень яркую тему под названием цветы. Вы представляете, как бы наша жизнь обеднела, если бы вдруг из нее исчезли все цветы. Цветы украшают наш каждый день. Цветы можно есть, цветами можно лечиться. В самые светлые и в самые скорбные минуты рядом с нами цветы. Ведь не зря им посвящены и песни, и стихи. Вы помните, полевые цветы очень любила Людмила Сенчина. Ну, а городские цветы, конечно, предпочитает Михаил Боярский. И каждый из нас когда-нибудь напевал миллион, миллион алых роз. Сейчас огромную популярность приобретают розы парковые. Каких-то 10 лет назад садоводы-любители не имели представления о том, что розы могут зимовать в Иркутской области в открытом грунте. Сегодня настолько далеко ушло садоводство, что розы действительно зимуют в открытом грунте без всяких выкопки, укрытия и так далее и тому подобное. Этот сорт, который мы сейчас с вами будем знакомиться, Red Brotendorst. Это роза Рубоза. Это небольшой кустарник. Обратите внимание, высота этого кустарника около 60 сантиметров. Обильно цветущая. Соцветия у него довольно-таки крупные у этой розы. В диаметре каждый цветочек имеет 2-2,5 сантиметра. Красного цвета, многолепестковая, с приятным ароматом розы, как и должно быть для царицы садов и цветов. Соответственно, цветет продолжительно долго, около месяца. Она вас будет радовать. Имеются у нее шипы, как мы видим. То есть она очень колючая. Соответственно, повреждаться она будет не меньше вашими питомцами или тем, кто захочет, просто будет сорвать в себе на букет. Соответственно, место расположения этой розы. Открытое солнечное место. Хорошая плодородная почва. Поливать в жаркое время обязательно. Не забывайте про нее. И удобряем также рано весной и в середине лета. Обрезки не требуется. При посадке в первый год укройте прикорневую систему от нежелательного заморозка, который у нас в данном регионе наблюдается в конце осени, может уже и быть. Что еще хочу сказать. Размножается эта роза весенними полуодресеневшими черенками. Не поражается никакими насекомыми, но в избежание случая попадания мучнистой росы до распускания листовой пластинки по весне обработайте ядохимикатами. И эта роза будет вас радовать продолжительно долго на вашем присадебном участке и вы с ней найдете общий язык. Цветовая гамма у нее красная, насыщенная и собранная в зонтике, что для срезки тоже очень великолепно подходит. То есть великолепный материал, созерцать его в открытом грунте или у себя в помещении. Посадив один сорт розы, я так понимаю, вы захотите разнообразить цветовую гамму своего сада, будете сажать и другой сорт. На данный момент я хочу вам представить тоже розу Ругозу под сортом Pink Grotendorst. Это многоцветковая роза по высоте 60-70 сантиметров, обильно цветущая, ярко нежного роза. Бутоны собраны в такие соцветия, многоцветковые, многолепестковые. Бутон имеет в диаметре 1,5-2,5 сантиметра, довольно-таки яркий, насыщенный. Будет эта роза вас радовать около трех недель. Место расположения и уход этой розы так же, как за обычными парковыми розами. Полив в сухую погоду, не забывайте обязательно, удобряем рано весной и осенью. Обрезки не требуют, зимостойкость очень высокая, практически не поражается никакими насекомыми, ни грибковыми заболеваниями. Но в избежание каких-то неприятностей лучше обработайте рано весной, до распускания листовой пластинки, химией, актелик или конфидор. Размножается эта роза весенними полуадресенешими черенками. Нежный аромат присутствует розы у данного саженца. И созерцать будете, конечно, ее на любой территории вашего участка. Можете сажать это в групповых посадках, можете отдельно как салитерное растение. Роза достойна вашего внимания. Очень редкая расцветка розовая, нежели мы можем красные и белые часто встречать, а розовые очень довольно-таки редко. Ну что, любите розы, разводите розы, занимайтесь, озеленяйте свои участки и не бойтесь. Розы, парковые розы-ругозы в нашем Иркутском районе прекрасно зимуют. Жил, был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом, продал каротины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Продолжаем наш цветочный праздник с музыкальным оформлением. Если задуматься, едва ли не каждому цветку посвящена песня. Давным-давно Гелена Великанова пела про ландыши, Наташа Королева, но это, конечно, желтые тюльпаны и подсолнухи, София Ротару, лаванда. А вы не задумывались, например, сколько песен посвящено, допустим, рябине? Не сосчитаем. Прежде всего, это, конечно, рябиновые обусы. Потом, скажи мне, рябина, ой, рябина кудрявая, А еще самое, пожалуй, застольное, Что стоишь, качаясь, тонкая рябина. Красивая песня, подстать дереву, Хорошая рябина в цвету, А осенью с плодами просто несравненно. Рябина Вряд ли можно найти растение, которому посвящено большее количество поэтических строк, чем рябине. Она и тонкая, она и стройная, она и белая, она и красная. Она служила вдохновением для многих поэтов, писателей. Это символ России и очень интересное и традиционное растение для садоводства Сибири. Рябина – это очень устойчивое растение к нашему суровому климату, дающее замечательный урожай. Плоды рябины богаты витаминами, в них очень много П-активных веществ. Сок этой замечательной ягоды обладает высокой антиоксидантной активностью. Из нее готовят повидло, джемы, сиропы. Очень интересна эта ягода в сушеном виде. Говорят, когда очень рясно плодоносит рябина, это к морозной зиме. В этом году рябина удалась на славу. По всей видимости, к морозной зиме быть. Это обычная лесная рябина, которая растет в наших сибирских лесах, в тайге. Ее очень много. Кроме лесных форм, есть еще и культурные сорта. Они появились не так давно, и их сложно выбрать для своего сада. Яркий представитель нашей коллекции сортов рябины обыкновенной – это лесная красавица. Очень обильно плодоносящая ягода в любой год. Очень красиво, нарядно. Практически не повреждается вредителями, болезнями. Имеет вот такой нарядный вид и слабо горький вкус. Вообще, надо сказать, что распространение рябины в наших садах препятствует ее терпко-горький вкус. Но хотелось бы заметить, что с наступлением небольших заморозков, горечь из плодов проходит. Кроме того, есть сорта, которые вообще не горчат. Это сорта, которые происходят от рябины невеженской. Очень давно появившийся в коллекции у западных садоводов. Из нее традиционно изготавливали вина, наливки и другие напитки. Кроме того, она замечательна в заготовках. Вообще, рябина – замечательное растение. Мало того, что она скрещивается легко с отдаленными видами самой рябины, она легко скрещивается и с другими родственными родами. С яблоней, грушей, иргой, боярышником кровавокрасным, саронией. И дает плодовитое потомство. На основе вот этих гибридов и создано большинство современных сортов рябины. Начал селекцию мичурин. И до сих пор продолжается современными учеными гибридизация этих замечательных сортов между собой и с теми родами, которые я перечислил. Например, алая крупная. Яркий представитель этих замечательных сортов, группы сортов. Отличается меньшим содержанием терпкости и горькости в плодах. Практически не горчит до морозный период, а после мороза вообще исчезает это неприятное качество. Вкусна, морозостойчива, очень урожайна. Рябина, как и все разоцветные, является перекрестно опыляемым растением. Конечно же, будет замечательно, если в вашем саду несколько сортов. Но и при наличии одного сорта достаточно высокий урожай вы будете получать. Ведь пчелы не знают границ. А поблизости, традиционно, всегда в наших садах, в большей или меньшей степени рябина попадается. Поэтому пыльца всегда будет попадать на ваши растения. Растения рябины очень долго живущие. Они являются, наверное, лидерами по долгожительству в нашем регионе. Они могут прожить 50 и более лет в нашем саду, радуя ежегодно нас замечательным урожаем прекрасных ягод. Титан – один из самых крупных сортов рябины и в нашей коллекции, и вообще в мировой селекции. Очень интересный сорт. Практически не поражается вредителями. Очень обильно плодоносит ежегодно. Дает замечательные плоды с легкой терпкостью, которая исчезает после наступления первых же заморозков. Из нее можно готовить разные кондитерские изделия. Она хорошо сушится, из нее замечательные получаются наливки. Ну, ягода всех мер. Кроме того, сорт очень, как все рябины, устойчив к морозам, устойчив к заморозкам. Ну, и, как я уже сказал, регулярно плодоносит ежегодно. Дает замечательные вот такие плоды. Оставьте в наследство своим потомкам замечательное дерево рябины. Для этого посадите уже сейчас выбранный вами сорт в сад, и ваши внуки и правнуки будут вспоминать о вас с любовью. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, Головой склоняясь до самого тына. Сколько песен посвящено цветам и деревьям? Ну, пожалуй, не сосчитать. Белая акация и гроздья душистые. Колокольчики мои, цветики степные. Отцвели уж давно хризантемы в саду. Лютики цветочки у меня в садочке. Калинка-малинка. Ой, калинка, ой, малинка. В речке тихая вода. Ой, цветет калина. И еще калина красная. Калина вызрела, я у залёточки характер вызнала. Жаль, уходят эти песни. Дай бог останутся деревья и подарят нам с вами изысканное белое кружево и рубиновые роскошные ягоды. Возле дома куст растет, белым цветом он цветет. Будут ягоды на нем, осенью их соберем. Хоть на вкус и не малина, а полезная калина. Уважаемые дачники, садоводы и огаруньки, давайте сегодня вместе поговорим об этой чудесной ягоде калина. У многих со словами калина сразу ассоциируется определение красное. Но в наше время калина имеет такое количество сортов, что цвет ягод может быть даже черным. Калина любима многими за свою красоту, как весной, так и осенью. В начале лета калина радует нас красивыми, зонтичными или шаровидными соцветиями, диаметром около 15 см, с белоснежными или бледно-розовыми цветами. А осенью резная листва калины становится особенно красивая, светясь многочисленными оттенками оранжевого и багряно-красного, салыми ягодами, висящими на ветвях. Плоды могут висеть на дереве до выпадения снега, являясь особенно вкусным лакомством для птиц. Но и для людей эти ягоды представляют ценность, ведь они весьма полезны. Калина – это искомно русское растение, которое хорошо известно нам достаточно давно. Из дикой природы оно активно переселяется на наши дачные участки, в наши сады и огороды. Но для этого немало потрудились селекционеры. Они стремятся, чтобы ягоды были вкуснее, а дерево в целом декоративнее. Хотя, честно говоря, калина хороша в любое время года. Весной, когда она стоит в белом пенном кружеве, и сейчас, когда у нее такие роскошные, глянцевые и очень красивые ягоды. Но пока они еще не вкусны. Как только ударят первые морозы, ягоды калины станут намного слаще. Калина предпочитает сильно увлажненные, полутенистые места с оптимальной кислотностью почвы. Сажать ее следует весной или осенью. Посадочная яма должна быть шириной 50-60 см, а глубиной 30-40 см. Дополнительно в яму вносят 5-10 кг перегной и 400 г древесной золы. Все это хорошо перемешивают с верхним плодородным слоем. Саженец ставит ямку вертикально, заглубляя корневую шейку на 3-5 см. После посадки обильно поливают 2-3 ведра на куст. Землю вокруг уплотняют и мульчируют 10-сантиметровым слоем торфа. Чудесные ягоды калины пригодны для того, чтобы сварить из них варенье. Причем это варенье не будет уступать и другим заготовкам. Очень полезен сок, который можно пить с чаем. Из калины варят кисели и компоты. А еще можно сделать начинку для пирогов, пончиков и ватрушек. Чтобы калина ежегодно давала хороший урожай, ее необходимо подкармливать. Ранней весной до начала вегетации вносят нейтрамофоску, осенью фосфор и калий. Удобрения рассыпают по поверхности почвы, а затем перекапывают и поливают. Калина очень влаголюбива поливать ее. Особенно жарким летом нужно не менее двух раз в неделю по 15-20 литров на каждое взрослое растение. Чтобы сформировать куст на второй год после посадки ранней весной, у саженца срезают надземную часть, оставив 2-3 узла. Из них разовьются сильные побеги. Для формирования деревца оставляют один мощный вертикальный побег, а все другие удаляют. Омолаживают куст калины, срезая все старые ветви на высоте 15-20 см от земли. Калина обыкновенная многим из вас уже известна как восхитительное лечебное средство. Причем полезна калина от макушки до самых корней. Полезны цветы, ягоды, листья, кора и даже корни. В первую очередь мы, конечно, собираем все-таки плоды. Их лучше собирать после заморозков, они станут немножечко мягче, а потом уже досушивать, хранить подвешенными вот в таких собранных пучках или расстелить тонким слоем на бумаге. И дальше их нужно очень правильно хранить исключительно в коробочках или бумажных пакетах. Ни в коем случае не используйте целлофановый пакет. И запомните, что корни, кора калины хранятся до 4 лет и не теряют своих лечебных свойств. А ягоды, цветы и листья полезны только один год. Размножается калина семенами, отводками и черенками. Для черенкования выбирают неотревесневшие, зеленые, упругие ветви. Из ветвей выбирают среднюю часть длиной 7-12 см с тремя узлами. Листья удаляют, нижнюю часть срезают наискосок. Черенки высаживают в подготовленный субстрат. Одна часть песка, одна часть торфа под наклоном на расстоянии 4-5 см друг от друга. Черенки накрывают полиэтиленом и поливают часто, но умеренно. Первые корешки при правильном уходе должны появиться через 3-4 недели. В это же время с растения снимают пленку. Укоренившиеся черенки, как правило, зимуют на месте укоренения. Под слоем сухих листьев или лапника, а после чего по весне могут быть высажены на постоянное место. Для профилактики болезни и появления вредителей по весне, как только сойдет снег, калину необходимо обработать специальными химическими препаратами. Калина – удивительный, роскошный лекарь. Она обладает противовоспалительными, кровоостанавливающими, успокаивающими свойствами. А еще благодаря высокому содержанию биологически активных веществ, именно калина активно способствует работе сердечно-сосудистой системы. Если вы хотите быть здоровыми и хотите жить долго, выращивайте и кушайте калину. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, мне очень хочется верить, что именно сегодня мы вам подарили небольшой праздник из цветов и песен. А в заключении вместе с Юрием Антоновым мне хотелось бы вам пожелать – не рвите цветы, не рвите, пусть будет наряднее земля. А вместо букетов дарите васильковые, незабудковые и ромашковые поля. Будьте счастливы! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok